Добрый день! В эфире очередная передача программы «Точка зрения». С вами автор и ведущий Евгений Шибаршин. Мы рассказываем о некоторых наиболее интересных, на наш взгляд, событиях, которые произошли в последнее время не только в Кустанайской области, но и в Республике. Программа называется «Точка зрения», поэтому мы не столько напоминаем об уже известных фактах, сколько пытаемся разобраться в их сути. Какие темы обсудим в сегодняшнем выпуске? Явка избирателей на выборы депутатов Мажелиса и Маслихатов оказалась самой низкой за 19 лет парламентских выборов в Казахстане. В чем причина? Оправдался ли прогноз по поводу обновления депутатского корпуса? Удалось ли избежать прежних ошибок в проведении выборной кампании? Интервью директора Центра актуальных исследований «Альтернатива» политолога Андрея Чеботарева. Сенат парламента Казахстана принял социальный кодекс. Правительство готовило проект этого документа более двух лет. Для его корректировки рабочая группа из депутатов и общественников направила разработчикам более 400 поправок. Что нового для социальной защиты населения вводится в окончательном варианте кодекса? Выборы депутатов Мажелиса и Маслихатов 19 марта президент Акаев назвал завершающим этапом в обновлении всех институтов власти. Сказано это было за несколько дней до голосования, поэтому речь шла, на мой взгляд, не столько о свершившемся факте, сколько о замысле. Выборы прошли. Принесут ли они ожидаемое обновление в работе представительных органов власти, покажут их первые заседания. Пока же настораживает другое. Явка избирателей оказалась чуть выше 54%. Это самая низкая цифра за 19 лет парламентских выборов в Казахстане. В чем причина? Политическая усталость избирателей в их неверии в силу гражданского общества или в отсутствие тех самых политиков, которые способны внести в общественный процесс ожидаемое обновление? Свою точку зрения по этим и другим вопросам, связанным с итогами выборов Можилиса Маслихаты, в нашей программе высказал директор Центра актуальных исследований «Альтернатива», кандидат политических наук Андрей Чеботарев. Андрей Евгеньевич, добрый день. Добрый день. Андрей Евгеньевич, в начале выборной кампании по избранию депутатов Можилиса Маслихата мы с вами говорили по поводу ожидаемых результатов этих выборов. И тогда вы высказывали некто озабоченность по поводу явки избирателей и говорили, что явку избирателей на этих выборах будут делать в основном кандидаты из числа самовыдвиженцев, не представители партии. Ваш прогноз не оправдался по поводу того, что независимые кандидаты в депутаты могут сделать явку? Или тут какая-то другая причина? Или все-таки мы получили ту цифру, которая наиболее реально отвечает активности избирателей в Казахстане? Ну вот это действительно парадокс, потому что вот, например, парламентские местные выборы 2021 года, которые подверглись еще более жесткой критике, чем вот эти, они дали явку на 1 миллион с лишним больше. Возможно, что, конечно, там были вбросы и карусели и прочие другие нарушения, грубо говоря, если и там явка была натянута, то сейчас, как мне кажется, мы столкнулись с реальной явкой. Почему? Потому что народ, видимо, все-таки, вот как говорят некоторые мои коллеги, эксперты, устал от вот этого электорального цикла, начатого с прошлогоднего референдума и закончившегося вот сейчас. Ну, не знаю, насколько усталость. Почему? Потому что все-таки была определенная оживленность именно благодаря активности кандидатам-одномандатникам. Я реально сам ожидал, что будет большая явка, пусть не в Алматы, но по республике в целом. А тут действительно это вот парадокс. Но здесь вот труднообъяснимая действительно ситуация. Можно, конечно, считать, что это молодежь не пошла. Почему? Потому что я не один год работаю над темой молодежной политики, читаю постоянно вот эти доклады, которые готовит научно-исследовательский центр молодежи в Астане. И действительно очень, и других читаю тоже, которые делают социологию организации, и действительно молодежь получается самая аполитичная. То есть она не интересуется политикой не потому, что она выражает какой-то протест или еще что-то, она просто, ей просто это неинтересно. Я посмотрел на избирательных участках, в своем рядом действительно идут люди 40 и плюс возраст. Молодых особо не было. Но сказать, что только вот молодежь виновата тоже нельзя, потому что и люди разных возрастов, разных социальных групп, разных политических взглядов, они говорят о том, что вот либо они не знают этих кандидатов, но тут проблема на самом деле глубже. Они не то, что не знают, они и знать не хотят. У нас весь город Алматы был обклеен всеми возможными агитками. Прочитать, кто такой определенный кандидат, какие его цели, программы и так далее, это легко и просто. Это значит, что все-таки проблема незаинтересованности людей в политике. Относительно роли молодежи, мы привыкли во всяком случае последние годы, да и не только последние, может даже десятилетия, видеть молодежь чаще в политике, ну там, где происходят какие-либо беспорядки, вот экстремального такого характера. А что касается цивилизованного участия в политике, там при помощи, участия в выборах, референтумах, то наблюдается их определенная опасимость. Может это все-таки связано с, так скажем, социальной психологией этой части общества? У нас проблема с молодежью в другом, у нас нет таких вот авторитетных и действующих на системной основе организаций, такими, как был в наше время Комсомол. У нас сколько их создавали, эти организации, на моей памяти, там и движения за будущее Казахстана, Конгресс молодежи, молодежная крыла партии Нур-Атан, сейчас Аманаты, ну что-то они делают, но у многих уже и нет этих организаций, либо формально существуют, реально их нет. Вот даже те организации, которые есть формально, и они получают даже государственные и социальные заказы на какие-то проекты, но они не являются авторитетными, их даже молодежь не знает, и они не ведут за собой молодежь. Они как бы вещь себе получается. Ну вот, давайте вернемся все-таки к итогам голосования. Вот, прежде всего, давайте поговорим о голосовании по партийным спискам. Чем вы объясняете то, что кандидаты депутатов партии АУЛ, которые раньше не тоже участвовали в выборах, но не проходили в парламент, на этот раз заняли второе место по количеству голосов. И партия Республика, это вообще новая партия, вновь создана, она третье место создана. Чем это объясняется? Ну, давайте вот немножко уйдем в историю нашей страны. С 2012 года по 2022 годы, получаю, 2021 годы, получается, что вот этот трехпартийный состав Мажелиса, он был во многом создан искусственно. Когда партия Нур-Атан, как центрийская партия, левая, это коммунистическая народная, потом просто народная партия, и АКЖОЛ, как правая, да. Типа вот такой расклад устраивал бывшее руководство, и поэтому другие партии, как бы, набирали, по данным социологов, независимых наблюдателей какие-то проценты в том же 2021 году, и партия АДАЛ должна была пройти, АЛУ должен был пройти. Но власти, как бы, препятствовали этому. Но я думаю, что сейчас самый главный плюс от этих выборов, это то, что, наконец, мы ушли от этого искусственного трехпартийного формата Мажелиса, и сейчас вошли шесть политических партий в разном там соотношении, в том числе и считающие себя оппозиционной общенационально-социал-демократической партией. Я-то даже их не ожидал, вот для меня тоже интересно, что им тоже дали зеленый свет, так сказать. АЛУ, в принципе, конечно, не такая авторитетная партия по сравнению с другими, но, тем не менее, они, видимо, нашли свою определенную нишу, вот изучая их сайт, читая там социальные сети их представителей, и могу сказать, что, в принципе, последние несколько лет они действительно серьезно работали вот на поле сельских населенных пунктов, аграрный сектор и так далее, поднимали какие-то вопросы. Плюс все-таки вот то, что вот к ним присоединился Жигулида Ярабаев не сам, а со всей своей ассоциацией фермеров, это тоже хороший показатель для них. Но мы видим, в принципе, что вот политические партии друг к другу претензий не имеют, в отличие от кандидатов-одномандатников. То есть они как бы фактически признают эти выборы. Единственное, по-моему, Азат Перуашев, лидер партии Акжол, что-то заявил, что с чем-то он не согласен, его соратники, они будут, по-моему, даже что-то судиться. Но мне кажется, это скорее будет поддержка своих кандидатов по одномандатным округам, которые недовольны результатами. Вот партия Республика – это интересный, конечно, феномен, потому что они возникли очень так стремительно в прошлом году, достаточно быстро зарегистрировали свои филиалы, но судя по тому, что у них там представители крупного бизнеса, организационно и финансово они себе могли это, я думаю, позволить. Другое дело, что, конечно, у них не было времени на серьезную такую раскрутку. У них программа не для рядового избирателя, там все так написано таким умным языком, можно сказать, такие термины, как цифровизация, метапартия и так далее. То есть простой избиратель вряд ли бы их понял, что они вообще хотят и предлагают. Но здесь в отношении них, видимо, сыграл эффект новизны. Почему? Потому что все-таки есть определенная усталость от этого трехпартийного формата, как я говорил, и от многих действующих партий. Что касается теперь 29 депутатов, которые избраны по мажоритарным округам, когда были опубликованы предварительные итоги голосования, я посмотрел, сколько голосов получили победители, и обратил внимание на то, что большинство из победивших вот по этому принципу, ну, знаете, очень намного набрали голосов относительно своих конкурентов. И мне это показалось некой особенностью. Когда я... Были опубликованы уже с точки информации по поводу их партийной принадлежности, оказалось, что из 29 вновь избранных депутатов по мажоритарным округам, 22 были представители партии Аманат, а остальные были самовыдвиженцы. Вот есть ли какая-то связь с тем, что все-таки... Да, и еще один момент. С точки зрения их профессии или должности, в большинстве своем, вот, они оказались руководители или представители государственных учреждений, либо руководители бизнеса. Есть ли какая-то связь между вот этим качеством, да, скажем, и этим самым количеством, итогом? Ну, у меня только вызывает сомнение, допустим, итоги выборов по Алматы и Астане, по одномандатным округам. Почему? Потому что действительно большое количество доверенных лиц и независимых наблюдателей выявило огромные масштабные нарушения. В других избирательных округах, особенно по регионам, я обратил внимание, что очень мало было, где-то и вообще не было, вот, и ярких таких представителей оппозиции гражданского общества, которые могли бы действительно своим авторитетом получить победу, определенную поддержку со стороны избирателей и, как бы, поставить под сомнение результаты голосования за тех же кандидатов от партии Аманат. Но я этого не вижу, поэтому я считаю, что все-таки, наверное, в регионах люди больше, скажем так, готовы поддерживать эту партию. Почему? Потому что, не потому что эта партия хорошая, а потому что с ней ассоциируется действующая власть, а люди в регионах, они менее протестно настроены, как я наблюдал, и более, скажем так, готовы там не на площади выходить, а обращаться в госорганы. Но кого-то сняли с выборов там из-за, скажем так, по основаниям недостоверности налоговых деклараций или там преждевременной агитации. И поэтому в регионах, возможно, что действительно, может быть, не с таким большим процентом, но и не во всех, там, 22, но все-таки я думаю, что кандидаты от партии Аманат реально получили преимущество и поддержку. В Алматы, да, в Алматы здесь все очень так и в Астане непонятно. Я даже не исключаю, что, может быть, все-таки, чтобы не допускать какую-то напряженность, особенно после январских событий прошлого года, может быть, власть все-таки пойдет на пересмотр результатов голосования в отдельных избирательных округах, это было бы, в принципе, хорошим выходом. Ну, во всяком случае, вот у нас здесь в Кустанайской области сейчас в суде рассматривается коллективный иск нескольких кандидатов в депутаты Мажелиса, которые в качестве одной из претензий к избирательной комиссии предъявляют то, что был максимально использован в пользу одного из кандидатов административный ресурс. Ну, судебное разбирательство пока продолжается, итоги пока неизвестны, как суд решит. Но вот в прессе прошло сообщение о том, что, по-моему, 68 человек органами прокуратуры были наказаны в административном порядке за нарушение выборного законодательства. Вот на ваш взгляд все-таки, насколько конфликтно, относительно конфликта, относительно предыдущих выборов проходила эта выборная кампания? Ну, она проходила достаточно интересно, оживленно, вот именно благодаря кандидатам-одномандатникам. Почему? Потому что партии, они традиционно делают акцент на встрече своих представителей в каких-то больших коллективах трудовых, учебных и так далее, и агитацию в СМИ и социальных сетях. А кандидаты-одномандатники в большей своей части пошли, что называется, в народ. Это вот забытая технология от двери к двери. Ну, хотя и среди них тоже были те, кто использовал только вот кампанию в социальных сетях, в принципе, играя на своей известности, популярности определенной. Но все-таки, я думаю, что вот те, кто ходил в народ, они сделали большую пользу не только себе, но и пробудили у людей какой-то интерес вообще к выборам, политике, дали понять, что перемены, как бы там кто ни говорил, они определенные идут. То, что вот эти люди были зарегистрированы, пошли избираться, дошли до последней стадии выборного процесса, это тоже показатель. Потому что в 2012 году, например, было массовое снятие неугодных кандидатов и в Мажелисы, и в избирательные, и в Маслихаты в основном, потому что уже тогда не было одномандатников по Мажелису, но в Маслихаты еще баллотировались. А в этот раз, ну да, были, конечно, снятия с выборов, но не такие массовые, допустим. Все-таки наступит день, когда Мажелис соберется на первое свое заседание, и одним из главных вопросов будет это согласование кандидатуры премьер-министра. Сейчас это тоже одна из тем в обсуждении экспертов. Я знаю, что и вас, значит, мои коллеги не раз пытали на этот счет. Как вы считаете, вот при рассмотрении кандидатуры премьер-министра можно ожидать каких-либо сюрпризов? Ну, особых сюрпризов никто не ждет. Прежде всего потому, что все-таки, кого бы не поставили премьер-министром, если не будет серьезной правительственной программы, с которой премьер должен выступать, ну, каких-то серьезных изменений тут не будет. По составу тоже неясно. Если бы премьер формировал состав правительства, как это происходит в развитых зарубежных странах, допустим, что премьер подает главе государства список лиц, которые бы он хотел видеть в правительстве, глава государства утверждает. Это был бы один вариант. Но у нас такого пока нет. У нас министров, членов правительства назначают глава государства. Ну, конечно, можно прогнозировать там разные варианты, кто будет премьером. Например, вот Алихан Смаилов. С одной стороны, он не так долго был премьером. Все-таки год с небольшим. Это еще не показатель каких-то там достижений или упущений, особенно на фоне происходящего в нашей экономике с учетом и ниварских событий, и войны санкций между Россией и Западом. Что могут, что, как говорится, делает наше правительство в этой ситуации. А с другой стороны, надо было понимать, что все-таки назначение Алихана Смаилова, но это было, можно сказать, правительство такое пожарное, которому доверили тушить пожар после январских событий, условно говоря. Вот надо было обеспечить стабилизацию в стране, в экономике и так далее. И возможно, что, конечно, он свое дело сделал и теперь может уйти. Но кто будет, сказать трудно. Потому что многие такие кризисные менеджеры, они уже не у дел, они назначенцы экс-президента страны, ну, например, Умир Закшуки, бывшим Тургестанской области. А так, ну, заместители, конечно, премьер-министра, они могут, в принципе, подхватить бразды руководством, правительством. Это и Скляр, это режим Ангарин, в принципе. Я думаю, что у властей тоже сейчас нет, может быть, в аккорде понимания, кто вот из определенных кандидатов может быть более подходящим. И последний вопрос, Андрей Евгеньевич. Вот подводя итог нашему сегодняшнему разговору, понятно, что итоги этих выборов еще будут более досконально излучаться. Там много есть очень таких моментов, которые являются, на мой взгляд, индикаторами состояния, вообще, политического состояния нашего общества, которые необходимо все-таки досконально излучаться тем, чтобы потом выстраивать политику, внутреннюю политику в нашей стране. Мой вопрос в чем заключается? Вот на ваш взгляд, все-таки, что позитивного, главное, позитивное можно назвать вот в этой кампании выборной, и что, главное, негативное, что нам не удалось преодолеть в этой кампании? Позитивное – это то, что люди почувствовали вкус к политике, интерес и вкус, можно сказать, к политике. Это отразилось вот на большом количестве самовыдвиженцев, которые пошли баллотироваться, можели из парламента, маслехаты всех уровней. И, я думаю, те, кто пришел на выборы поддержать их, проголосовать, это тоже люди, которые, может быть, даже и раньше тоже скептически относились к выборам. Второй важный момент, это я уже отметил, то, что мы ушли от вот этого трехпартийного формата можелиса парламента, и я думаю, мы увидим тех же социал-демократов и зеленых, которые не прошли можелис, но, скорее всего, они будут представлены в маслехатах всех уровней. Это тоже хороший показатель. Понятно, есть скептические отношения там, особенно среди экспертов, вот к этим партиям. Но, во-первых, это партия есть партия, а партия – это все-таки люди, конкретные люди. И среди них есть те, кто действительно радеют и за страну, и за свои регионы, и города. И я думаю, что они тоже принесут свою определенную пользу, внесут свой ценный вклад. Уже хорошо то, что вот среди одномандатников прошел мой хороший знакомый, соратник когда-то по Республиканской партии Казахстана Ермурат Бапи, известный издатель газеты «ДАТ». Газета до сих пор издается. Его сейчас жестко критикуют его конкуренты, некоторые представители оппозиции, но уже хорошо то, что этот человек будет в мажилище парламента, тем более, что сейчас вот правительство будет вносить скандальный такой законопроект о масс-медиа, и кто как представитель такого журналистики, такого уровня должен что-то обсуждать, будучи в парламенте, и предлагать какие-то свои варианты. Негативно, конечно, это то, что вот такие вот массовые нарушения, которые были допущены на избирательных участках, почему-то со стороны, особенно представителей педагогического сообщества, то есть учителя средней школы в основном. Хотя мы знаем, что были избирательные участки и в воинских частях, и в медицинских учреждениях, но вот, к сожалению, почему-то вот именно учителя средней школы наиболее серьезно отличились, в кавычках, вот на этом поприще. Это, конечно, не красит нисколько этих людей, но не нам их судить, для этого есть суд, я думаю, кандидаты, депутаты, которые бывшие, которые не согласны, они будут так или иначе идти в этом направлении. Но самое, конечно, такое вот негативное, это то, что вот эти выборы, вот эти нарушения, точнее говоря, на выборах, они могут еще больше подорвать доверие у той части электората, которая и так не сильно ходила на выборы. И более того, оттолкнуть даже тех, кто вот пошел с каким-то энтузиазмом, что вот его избранник будет сидеть в Мажелисе и маслихате, увидев, что против его избранника там работала машина фальсификации, конечно, в следующий раз люди могут махнуть рукой. Но это уроки, это уроки и для властей, если они не хотят опять получить какой-то вот всплес народного нерегодования, или не получить абсолютно непрофессиональные, пусть лояльные, но непрофессиональные там составы депутатского корпуса Мажелисия и маслихатов, хотя я думаю, что профессионалы все-таки будут и там, и там. Это и уроки для оппозиции, которые вот не объединились в свое время, чтобы, во-первых, как-то отстаивать правила, установить, попробовать установить свои правила игры. Почему? Потому что поправки в законовыборах рассматривались в осенью прошлого года в Мажелисе парламента. Те поправки, которые мы, как члены национального совета, добились их принятия в Конституцию, в законовыборах, но почему-то вот оппозиция проявилась оппассивно. То есть никто особо не обсуждал, только вот организации, которые занимались наблюдением, они добились устранения из законопроекта некоторых одиозных норм, когда там за иностранное финансирование, не допуская, нельзя участвовать в наблюдении. А почему-то оппозиция себя не проявила, хотя могла бы добиться отмены вот этих же деклараций, или какого-то их уточнения там, могла бы добиться там других каких-то преград для себя попробовать, по крайней мере, нет. И также мы видим, что представители оппозиции оказались недоговороспособны, вот именно баллотируясь в одних и тех же одномандатных округах, особенно это было видно в городе Алматы. Почему? Потому что можно было как-то договориться, провести совместную конференцию, подписать меморандум, что пусть кто бы из нас не победил, мы готовы его поддерживать в дальнейшем, что вот мы идем командой. Нет, у нас все они шли разнородно, и сейчас мы видим, что все друг друга критикуют, хотя вот я говорю, что за исключением одного кандидата бывшего, я знаю всех хорошо и готов проголосовать за каждого, мне тоже было трудно голосовать, потому что все достойные люди некоторые баллотируются в округе, но опять же, если бы они шли командой, можно было действительно спокойно голосовать за кого-то одного, зная, что вот они идут все коллективно. Спасибо, Андрей Ильич, за откровенный разговор, всем доброго, успехов, до свидания. Благодарю вас, до свидания. Критики по поводу прошедшей выборной кампании сейчас много, но в большинстве своем в ней ничего нового нет. Мы каждый раз натыкаемся на одни и те же грабли, недостаточную прозрачность всех выборных процедур. Другое дело, сколько они делали ее прозрачной, сомневающиеся всегда будут. То, что органы прокуратуры на этот раз очень оперативно привлекли к ответственности членов избирательной комиссии, допустивших нарушение выборного законодательства, хороший знак. Но это только часть дела. Теперь давайте следить, как избранные нами депутаты будут исполнять свои предвыборные обещания. А при необходимости можно использовать еще одно законодательное новшество – отзыв депутатов. Так, глядишь, в работе народных избранников действительно наступит обновление. 15 марта депутаты Сената Парламента приняли Социальный кодекс Казахстана. Этот документ включил в себя положение более 50 законов, регулирующих социальную сферу. После вступления его в действие признают утратившими силу 15 законов, которые для регулирования социальных вопросов принимались еще в период с 1993 по 2016 годы. Документ достаточно сложный по своей структуре и готовился к правительствам более двух лет. Рабочая группа, составленная из депутатов, экспертов и общественников, рассматривая проект Социального кодекса, направила разработчикам 402 поправки. Была ли необходимость тратить столько сил и энергии для его разработки? Впервые идея подготовки Социального кодекса была озвучена президентом Касымжемартом Такаем в послании народу Казахстана, с которым он выступил на совместном заседании обеих палат парламента 1 сентября 2020 года. Нам необходима новая парадигма социальной политики. Сфера социального обеспечения регулируется 17 законами и десятками подзаконных актов. Это привело к сложности и разрозненности регулирования. Результат – это размытость ответственности государства, непонимание гражданами собственных прав. Поручаю правительству приступить к разработке Социального кодекса страны. Следует принять меры по цифровизации социальных платежей. Для этого нужно внедрить цифровой социальный кошелек гражданина, а также создать соответствующую товаропроводящую систему. Пандемия коронавируса, разразившаяся в 2020 году, привела к экономическому кризису. Для преодоления его последствий правительство разработало дополнительные меры по поддержке не только бизнеса, но и населения. Их реализация заставила оценивать систему социальной помощи государства под другим углом, что и сделал глава государства через год после названного послания в своем выступлении на заседании Высшего совета по реформам. Мы должны усвоить все уроки пандемии и системно адаптировать свою социальную политику под новые реалии. Поддерживая представленные цели и задачи, хочу отметить, что разрабатываемый социальный кодекс должен быть ключевым элементом нового общественного договора. Его суть состоит в том, что государство берет на себя гарантированное исполнение обновленных социальных обязательств. Однако со своей стороны все казахстанцы должны начинать думать о своем будущем, брать на себя ответственность и обязательства. Все инструменты социальной модернизации должны быть действенными, понятными для граждан и бизнеса. Но всего лишь через месяц случился трагический январь 2022 года, и президент Накаев вынужден был повторить ранее сказанное, но теперь уже для нового правительства. Поручаю правительству совместно с Атами Кен в двухмесячный срок принять программу по повышению доходов населения. Правительству следует обеспечить своевременное принятие социального кодекса. В рамках данного документа мы должны адаптировать социальную политику под новые реалии с учетом вызовов пандемии и накопившихся проблем. Социальный кодекс должен стать ключевым элементом нового общественного договора. Особое внимание следует уделить снижению безработицы, особенно молодежной. Однако проект социального кодекса в более-менее удобоваримой форме Министерство труда и социальной защиты населения подготовило только к концу года. 5 декабря 2022 года его основные положения министр Тамара Дуйсенова представила на правительственном часе депутатам Можелиса, где этот документ и подвергся резкой критике. Мы видим, что министерство не отреагировало на критику концепции документа, прозвучавшего в стенах Можелиса в апреле 2021 года. Считаем, что в первую очередь это из-за непонимания и неверного целеполагания, отраженного в концепции кодексу. Так, в концепции ни разу не встречаются такие фундаментальные конституционные понятия, как социальное государство, социальная справедливость, и справедливый Казахстан. Нет кодекса и объективного анализа актуальных для казахстанцев проблем, рисков и угроз в социальной сфере. Соответственно, не встречаются там такие слова и словосочетания, как бедность, детская бедность, работающая бедность, прогрессирующее неравенство, нарушение трудовых социальных прав казахстанцев, борьба с дискриминацией, человекоцентричность. Зато несколько раз встречается слово контроль. Население Казахстана рассматривается как предмет трат государства, но не как объект возвратных инвестиций в человеческий капитал. Исходная оценка ситуации также, по нашему мнению, неверна. Как достижение отмечена либерализация трудовых отношений, сферы занятости и формирование устойчивой системы социального обеспечения. В реальности мы имеем огромный пласт нерешенных проблем в этих сферах. Министерство остается в старой парадигме защиты населения, но никак не социального развития инвестиций в человеческий капитал. Депутаты предложили правительственным разработчикам социального кодекса более внимательно относиться к высказанным предложениям. После всех этих перипетий проект социального кодекса 27 декабря 2022 года официально рассматривается на заседании правительства в окончательном виде. До Мажелиса по причине назначения досрочных выборов депутатов Нижней палаты он не доходит и 7 февраля 2023 года презентуется сразу в Сенате. 15 марта депутаты Сената парламента принимает социальный кодекс во втором чтении. Министр Тамара Дусенова, представляя проект кодекса, акцентировал внимание на главных новшествах к системе социальной защиты. Среди них введение цифровой карты семьи. В этих картах будет отражаться степень материального благополучия каждой семьи. По этим данным будет определяться необходимость уделения государственной поддержки, о чем граждане будут информироваться СМС-сообщениями на их личный мобильный телефон. При этом их предварительные заявки не потребуются. В пилотном варианте этот инструмент уже задействован. С 1 сентября прошлого года такие карты имеют около 40 тысяч человек. Есть в социальном документе и новшества по укреплению трудовых прав всех видов работников и дополнительные меры по оказанию помощи людям с ограниченными физическими возможностями. Есть в социальном кодексе и другие новеллы, но о них лучше поговорить с профессиональным экспертом, что мы и планируем сделать после подписания данного документа главой государства. В действии социальный кодекс должен вступить с 1 июля 2023 года. Вы смотрели программу «Точка зрения». Всего вам доброго, до новых встреч!